добрый день дорогие друзья все кто меня слушает видит живую и в записи я ольга он инструктор нейрографики астролог поздравляю вас с наступающим новым годом наступившим новолунием затмением наше время она продолжает неуклонно двигаться к календарному календарной дате начала года 2020 но как кто-то из вас уже знает он на самом деле наступил астрологический новый год наступил у нас 21 декабря в ночь 21 на 22 в день солнцестояния зимнего солнцестояния когда солнце из знака стрельца перешло в знак козерога и это был истинный астрологический новый год начала нового года почему мы так считаем астрологически потому что лунный цикл который начинается начался сегодня ночью по нью-йоркскому времени но он уже везде начался по нью-йоркскому времени он наступил полночь примерно 15 минут первого сегодня ночью и совпал с затмением новолуние в козероге и это первый лунный цикл который начинается начался в новом году двадцатом но он начался сейчас еще на окончании 19 но это цикл козерога и так как цикл козерога продолжается в двадцатом году то вот переход солнца в знак козерога он считается астрологически считается началом нового года истинным началом что нам год несет что нам затмение несет я пишу в своих постах если вы их видите читаете год козерога козерог ключевая тема основная тема этого года солнце с луной начинают свое положение здесь в этом новолунии первом лунном цикле здесь же стоит сатурн управитель знаком козерога стоит соединение с плутоном здесь же уже юпитер перешел знак козерога и сюда движется меркурий венера пока уже в водолее но она феврале вернется и будет ретроградной тоже козероге то есть большое скопление планет в козероге и что это нам дает и почему знака тема козерога такая важная на весь год потому что сатурн управитель планета управитель знака козерога он сам находится в своем доме он уже в прошлом году находился в козероге так как у сатурна период обращения 29 лет то он примерно находится в одном знаке зодиака два с половиной года то есть прошлом году уже сатурн находился в знаке козерога но сейчас он находится в соединении с плутоном и это очень важный момент очень значимый о чем вообще козерог о чем о чем сатурн это тема профессиональной деятельности профессионального развития дисциплина порядок структура ответственность обязательства иногда давление иногда ограничения так как сатурн по своей природе у каждой планеты есть какие-то свои природные энергии так вот энергии сатурна ограничивающие то есть он структурирует но он ограничивает он требует он заставляет он наставит такие такие нас жесткие иногда рамки чтобы мы ну смогли могли как-то повышать свои профессиональные качества свою дисциплину свои свою ответственность и более серьезное отношение к тем вопросам которым мы занимаемся и в делах и в мировоззрении потому что эта планета достаточно жесткая строгая сухая и требовательная поэтому качество людей рожденные знаками в знаке козерога или если у кого-то стоят там значимые планеты они достаточно дисциплинированные мы всегда говорим положительном и в гармоничном или в сильном проявлении потому что я не перестаю повторять что во всем есть дуальность и в каждом значении знака зодиака планеты есть плюсы минусы то есть сильные слабое качество так вот мы говорим все со знаком плюс для козерога это ответственность это самодисциплина это требовательность к себе но часто к другим это высокие профессиональные требования к себе как правило козероги или у кого планеты там стоят они достаточно хорошие специалисты в своей области там где они нашли себя и работают и очень ответственно подходят к тем проектам задачам которые им нужно решать но обычно они очень требовательные иногда не требовательным больше других может быть чем к себе критичны но тем не менее вот это это качество требовательность она очень часто присутствует и высокое чувство ответственности за то что они делают берут на себя ответственность тоже это путь одиночки это знак не коллективный а им легче работать делать что-то одним у них тогда лучшие результаты но главное что часто профессиональные навыки и качества и знания других их не удовлетворяют козерога поэтому они предпочитают очень часто делать сами вот потому что они считают что они это делают лучше сатурн управитель знака козерога вот он дает ограничение но он дает структуру это выносливость это стержень вот воля внутренняя наша структура и чем сильнее сатурны чем сильнее проявлен знак козерога вот тема тем лучше структура воля у человека важный момент в том что вот сатурн находясь соединение с плутоном он плутон как мы знаем правитель знака скорпиона и его задача разрушить принести хаос экстремальные ситуации очень сильные стрессы адреналин риск опасность и эта тема выживание то это сложные обстоятельства ситуации на грани выживания и тема перерождение трансформация то есть смерть и перерождение они очень актуальны для плутона и вот соединение сатурна с плутоном сейчас на начало на окончании года 19 и на начало года 20 и на это новолуния это очень значимый показатель говорит о том что на профессиональном поприще в профессиональной деятельности будет рост и развитие и какое-то движение неизбежно то есть для тех людей которые хотят что-то поменять своей карьере в своей работе это хороший показатель для тех которые ничего не хотят менять и все устраивает и они достаточно успешные и уже реализованы и как бы жизнью стаканена могут быть обстоятельства которые будут заставлять еще больше повышать свою профессиональную компетентность брать на себя больше ответственность больше каких-то новых задач которые будут challenge потому что там где плутон там всегда какая какие-то изменения трансформации неизбежны поэтому в целом и этот месяц с начала года это очень символично что вот вот сейчас как говорят как год начинается так ты его и проведешь вот эта тема профессионального роста развития уверенности в себе наработка новых новых качеств новых знаний она сейчас очень актуально очень важно второй момент юпитер который зашел знак козерога он вот данный момент затмение и новолуния он стоит в точном соединении солнцем и слуной юпитер у нас про учебу повышение квалификации повышение знаний уровня знаний духовный рост получения знаний в любой области это расширение и расширение и своего мировоззрения и своих качеств навыков знаний это также про путешествие но это еще и какая-то радость удовольствие творчество поэтому этот момент соединение юпитера с солнцем и слуной это так смягчает немножко вот эту суровость и жесткость которые козерог тема козерога и сатурна часто приносит жизнь и сегодня еще хочу несколько слов сказать о затмении затмении затмение это такие важные моменты они происходят два раза в году это всегда два затмения как минимум подряд солнечная луна или лунная солнечная с разницей в две недели то есть между ними расстояние всегда две недели 14 дней и вот это пространство эти две недели между первым и вторым затмением мы называем коридор затмений почему это время так важно потому что если мы говорим что полнолуние всегда энергия очень сильные очень на многих эти энергии влияют эмоциональная нестабильность иногда волнение переполнение чувствует очень достаточно много количества людей то вот затмение мы говорим о том что энергия еще больше многократно усиливается и моменты затмений это такие важные моменты когда нужно по возможности не принимать важных решений не назначать каких-то серьезных мероприятий операций медицинских процедур не подписывать документы отложить куплю-продажу какую-то важную договора договоры потому что в это время но некоторые люди если можно так сказать не совсем адекватный на энергетическом уровне и во-первых в этот момент мы можем принять не совсем правильное нужное решение нужное нам решение и во-вторых считается время затмение очень кармическое и серьезными могут быть последствиями те обстоятельства или те ситуации которые возникают затмение поэтому в этот момент мы стараемся прожить это время день самого затмения день до и после как минимум но вообще считается что неделя до затмения неделя после достаточно сильно энергетическое уже это время является но хотя бы день 2 до затмения самой сам день затмения и и пару дней после 2-3 дня еще лучше переждать вот эту неделю вокруг затмений переждать чтобы не принимать каких-то таких серьезных важных решений но жизни жизни если уже что-то случается и от нас не зависит то мы просто принимаем и наблюдаем что происходит повышенная должна быть осознанность в это время и если что-то спонтанное происходит нашей жизни мы просто наблюдаем за этим потому что как правило те те ситуации которые возникают во время затмения они как правило имеют продолжение если новые люди вдруг появились наши жизни то это совсем не случайно если какие-то ситуации произошли то но они скорее всего для чего-то нужны но как правило всегда имеют какое-то продолжение как минимум до следующего затмения не до вот этого затмения в коридоре затмений которая будет лунная следующая через две недели а до летнего коридора затмения вот который будет в июне в июле и мы просто наблюдаем что происходит и это вкратце такой обзор астрологический на сегодня и так как это преддверие нового года то я хочу рисовать сегодня звезду удачи я назвала эту тему сегодняшнюю звезду удачи и хочу предложить рисовать на на удачу на гармоничный на плодотворный успешный год 20 он предполагает быть непростым во первых высокосных 6 затмений в нем будет и 2020 в нумерологии цифра 4 характеризует собой работу поэтому нам много придется трудиться в этом году ну дай бог чтобы это было во благо и сейчас я переключаю камеру на на свой стол и мы начинаем звезду и рисовать сегодня будем звезду часто в преддверии нового года я рисую дерево нейродрева на удачу на на благополучие на банденс на расцвет но вот так как такие энергии у нас более строгие на начало года и и на текущий год предполагаются то вот не сегодня хочется рисовать звезду но звезду все таки такую смягченную но мы сейчас посмотрим как у нас это получится так я переключаю камеру и и и Итак, выберите цвет, которым вам хочется рисовать. Мне хочется рисовать вот такой вот жизненный утверждающий цвет зеленый. И что мы делаем? Мы проводим очень тонко сначала, без нажима. Мы проводим оси по центру листа, делим лист горизонтально и вертикально на две части. И также мы делим еще эти четыре части еще пополам, вот такими осями. Обратите внимание, что я эти линии не довожу до краев листа, вот диагональные, потому что я не хочу, чтобы моя звезда была вот такая растянутая на весь лист. И нейрографическими линиями, вот такими, да, стараемся их делать волнистыми. Значит, мы проводим лучи нашей звезды. Это будет звезда восемь лучей. Ну, вы знаете, что звезду можно рисовать по-разному. Вот сегодня я хочу нарисовать вот такую звезду из восьми лучей. И каждый луч я хочу подписать, так как мы рисуем сегодня на удачу, на весь год, 2020, да. Мы подписываем, не забываем подписывать на обратной стороне свой рисунок. Ну, год 2020, ну, удачу. Здесь, да, удача. Это очень важно, 26 декабря. После того, что рисунок готов, и через время мы на него смотрим, и если мы не подписали, то мы можем забыть о чем это. И это очень интересно потом наблюдать, а как же у нас проявляются те темы. И в целом, вот, очень полезно подписывать. И также на обратной стороне вы можете подписывать те свои мысли, инсайты, ощущения, настроения, те, которые приходят во время рисования. Я всегда напоминаю о том, что не забывайте, не ленитесь записывать, что вам приходит, потому что очень часто приходит важная информация. Так мы начинаем, да. Вот так вот мы будем проводить вот эти вот свои лепестки. И я осознанно, я не хочу их доводить до самого конца. Вот они у нас примерно будут пересекаться, не пересекаться, а вот так вот соединяться между собой. Вот такую нежную звезду. Я пока не хочу делать размашистым вот такими, да, какими-то большими размером эти лепестки. Но возможно, что у вас они будут больше. И мы подписываем. Значит, вот я обозначила первый лепесток, это здоровье. Второй. Вот он у меня получился тонкий, но его можно навести. Вообще, это удача. И я понимаю, что мне его хочется вот сразу увеличить. Вот так. И лучше сначала обозначить тему для лепестка, и тогда это будет тот размер, который нам нужен. Следующая моя тема – это стабильность в работе. И вот мы можем крутить этот лист. Вы можете рисовать его, не как бы двигая, но вот мне хочется его крутить. Стабильность у меня вот примерно вот такого размера. Дальше. Благосостояние. Финансовые вопросы. Все, что с этим связано для вас. Это вот так. Следующую. Моя деятельность в мировографике и астрологии. И вот я хочу, чтобы она была такая. Следующая моя семья, чтобы в ней было все, у всех было все благополучно. Есть еще одна тема. Которая я не буду озвучивать, но я ее сюда вложила. И последнее, что я хочу вложить в эту среду. Свои пожелания, намерения на 2020 год. Я прошу прощения, что я говорю тихо. Мне немножко болит горло сегодня. Настойчивость и дисциплина. Во всех моих проектах, над которыми я работаю. Вот уже я смотрю, что дисциплина у меня получилась не очень большая. Вот я ее увеличиваю. Начинаем скруглять, обводить наши лепестки, наши лучи, звезды. Можем уже и довести до края листа. Начинаем с ними работать. И давайте мы будем смотреть, что это будет ли она значить. Какое оно будет, это тема в новом году. Но уже сейчас мы можем представлять, как будет, что должно быть, чтобы нам было хорошо, гармонично в этом году. Что мы хотим, чтобы в нашу жизнь пришло в этом году. Что хотим получить. Какие подарки. Какие мы уже знаем, возможно, с какими трудностями нам придется столкнуться. В этом наступающем, наступившем году. И мы уже можем в этот рисунок закладывать какие-то решения или успешные завершения, прохождения каких-то важных, сложных моментов. Звезды всегда разные. Сегодня у меня звезда вот такая. Вообще всегда наши рисунки разные, в зависимости от состояния, от темы. И это всегда очень интересно наблюдать каждый раз, какие получаются рисунки, какие работы. Вот я уже вывожу все свои лучи, свои звезды, своего цветка. Это получается и как звезда, и как цветок. Я уже каждый лучик соединяю вот с пространством, с краями листа. Благосостояние. Вот мне уже здесь хочется сразу вот так вот обозначить круг. Это будет какой-то мой ресурс или ресурсы. Пишите, если какие-то вопросы у вас, пожалуйста, пишите в чате. Все скругляем. Продолжаю работать со своими темами, представляю, как они у меня будут реализовываться в этом году, в следующем новом. Если не представляется, как конкретно они будут реализовываться, то просто думаем о том, представляем, какие результаты мы хотим получить или просто о той теме в области сферы жизни, которую мы хотим изменить или хотим что-то добиться, или мы чувствуем или уже знаем, что вот там будут у нас какие-то сложности, трудности или просто движения, или просто от нас потребуются какие-то усилия вот в этой сфере. Вот это мы сейчас просто прорисовываем, чтобы все те процессы, которые у нас протекали, чтобы они были по возможности гармоничны. И как-то у меня в маркеринг немножко пачкаются. Тема семья, чтобы все были здоровы, благополучны. Мне хочется больше как-то даже соединить вот тему моей. моей семьи сразу хочется, как-то она так наводится, жирненько и объединяется со Вселенной. Сейчас у меня непростое время в семье. как-то болеет, и мне нужна поддержка Вселенной, чтобы все были живы, здоровы и благополучны. Вот как-то у меня вот такой вот узор вырисовывается на тему семья. И моя следующая тема. Часть моей жизни тоже. Вот так вот я ее обозначаю. И дисциплина. Настойчивость, характер, силы воли. Вот мне в этом году будет нужна. потому что я стараюсь тоже, чтобы изменения на профессиональном поприще продолжали происходить в моей жизни, чтобы можно было иметь возможность заниматься больше своей практикой, обучением, мирографикой, астрологией. Для этого нужно время. Ну и, конечно же, интерес внешнего мира к моим направлениям и к моей деятельности. Так. Здоровье вот у меня как-то получилось такая не очень большая часть. Я ее сразу наращиваю усилию. То есть вы видите, да, что мы можем всегда где-то сделать больше, меньше. Но вот мне хочется уже прямо вот проводить линии внутри этих своих лучей, лепестков. И здесь, в этой работе мне хочется теперь, когда я уже обозначила и скруглила основные темы, которые я заложила на следующий год, мне хочется добавить ресурсы, но ресурсы не в виде кругов, как мы обычно это делаем, а тоже в виде вот таких вот лепестков. То есть вот сейчас я хочу просто дорисовать какие-то дополнительные вот такие вот лепестки, языки, ламени, цветов, как хотите, как вы это видите. Вот чтобы эта такая звездочка, она превращалась и в объемную звезду, и одновременно цветок. И вот все то, что я сейчас добавляю, вот я представляю, что это мои ресурсы в этом году, которые придут в мою жизнь в виде каких-то людей, обстоятельств, и просто какие-то проекты, дела, с которыми придется иметь дело в наступающем году. И вот то, что я их закладываю, эти ресурсы, или просто как данность этих проектов будущих, или знакомств, или новых встреч, общений, хотя они в виде вот таких треугольников, но я это представляю, что это все равно это ресурсы, это позитивные изменения, это помощь, поддержка как в виде конкретных людей, идей, проектов, так и просто подсказки от Вселенной. И вот через кругление я добавляю все вот эти вот импульсы, то есть импульсы нужны, то есть движения, да, мы помним, что треугольники вообще, так как звезда состоит из треугольников, мы добавляем в свои жизни только когда нам нужно получить результат, когда должен быть какой-то импульс, какое движение, мы со звездами, с треугольниками работаем очень осторожно, осознанно, мы не рисуем их в остальных других вопросах, там, где нужна просто гармонизация и улучшение, потому что мы помним, что в минографике, в сакральных фигурах треугольники это фигура напряжения, и когда мы рисуем треугольники, то это приносит в нашу жизнь какое-то напряжение, но в данном случае при закладывании энергии на год это должно быть какое-то движение, какие-то импульсы, какие-то намерения, реализация, поэтому вот мы рисуем это все в виде треугольников, и это все мы скругляем. Вот я набрала, вот такие дополнительные лепесточки, продолжаю скруглять, так, вот у меня осталось вот здесь еще, верхнюю часть, я все это навожу, все эти лепесточки, я их навожу, навожу, делаю ярче, контрастней, вы можете дополнительные лепестки, вот те, которые мы рисуем сейчас, тоже подписывать, то есть если вы понимаете, что это конкретно какой-то человек или какой-то ресурс, то можно их тоже подписывать, вот так, как мы сделали с основными нашими лепестками. И теперь я просто еще провожу нейрографические линии вот через всю работу. Теперь еще мне хочется пронейрографировать, добавить нейрографические линии вот таким образом, чтобы вот эта энергия звезды, тех пожеланий, намерений на 2020 год, вот чтобы они все были пронизаны энергией моей любви, уверенности, взаимодействия со Вселенной, как тело пронизывает капиллярные сосуды, которые приносят кровь, кислород, всем органам, всем жизненно важным системам в организме, вот так мы каждую свою работу в нейрографике мы пронизываем нейрографическими линиями, это наши кровеносные сосуды, которые дают нам жизнь и уверенность, что все то, что мы закладываем в свою работу, в свой рисунок, на чем мы работаем, на что мы рисуем, что оно все в жизни осуществится, материализуется, и все наши намерения, они воплотятся в жизнь. Вот, все-все скрупляем. Так. И еще думаем о том, что нам этот год принесет, может принести, о том, что мы уже знаем, о том, чего мы хотим, ожидаем, какие-то изменения, какие-то новшества в жизни. Вот, и во всем мы об этом думаем, представляем, не забываем отслеживать, если приходят какие-то осознания, какие-то подсказки, идеи, может быть, на тему тех изменений или тех проектов, над которыми мы работаем, или которые у нас в планах на этот год, как лучше к ним подойти, где найти ресурсы. Продолжаем все скруглять. Прорисовываем свой год. Вот, можно прямо вот представить, как мы его проходим. Давайте вот в процессе того, что мы сейчас все скругляем, мы представим, как проходит январь, что там может быть, или что мы знаем, что должно быть. То, что мы делаем в работе линии времени, мы можем просто сейчас мысленно вот так вот пробежаться по году. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, 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 август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Год завершается и наступит следующий. Вот так мы его постарались очень бегло, кратко просмотреть. И у меня уже достаточно линий, и теперь я начинаю работать цветом. Добавляем цвета, интеграцию цвета. Начинаем свою работу интегрировать. Раскрашивать. Интересно, у меня уже получается. Как-то так совсем необычно и неожиданно взялся карандаш. Ну, я наблюдаю, значит, вот такой мне цвет нужен сейчас. Весна. 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 Продолжаем работать с цветом. Мне хочется добавить яркого оранжевого, энергии, импульсы. Потому что все-таки год предполагает, что придется нам работать упорно над своими идеями, проектами. И он может потребовать от нас много сил, настойчивости, дисциплины, силы воли. Вот я знаю об этом, потому что у меня есть проекты, которые я буду развивать в этом следующем году. Мне нужна на это энергия и настойчивость и последовательность, и просто выносливость. Поэтому энергия нам в этом году нужна. Как у вас дела? Так, вы уже тоже со мной на стадии интеграции и раскрашивания. Напишите, если что-то, какие-то вопросы или пожелания просто на Новый год. Спасибо. 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 Семкин. 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 Вот это энергии Сатурна. Просто концентрация, внимание, дисциплина и полное погружение в глубину процесса, которым ты занимаешься, который происходит в данный момент. Продолжение следует... Немножко добавить розового хочется. Продолжение следует... Как ваши дела? Вот моя звезда, она наполняется цветом, интегрируется. И по мере того, как я ее раскрашиваю, у меня такое ощущение появляется больше. И разливается как-то такая уверенность, что этот год у меня пройдет хорошо. И такая какая-то радость заполняет. Смотрим, какие еще мне хочется добавить цвета. Смотрим. Смотрим. У меня появляется все больше такой уверенности, что все, что нужно в этом году, чтобы произошло... Все, что я хочу, все, что я жду, оно произойдет. И вселенная будет помогать мне и ресурсами, и подсказками. И это хорошо. Можем еще больше добавить кругов, если вам хочется. Или ресурсами каких-то в любой форме, которые просятся, которые хочется. Например, мне как-то захотелось поставить вот такой вот квадрат, но он будет в виде ромба, но тем не менее это квадрат. На финансовую, на моя деятельность, на стабильность. Вот так. Я сейчас его впишу в свою общую фигуру. Мы всегда можем, даже на стадии интеграции цветом, раскрашивания, и мы всегда можем добавлять новые линии, если хочется, если чувствуется, что вот где-то просто они просятся. У меня это происходит часто, когда я начинаю уже раскрашивать, интегрировать цветом, то я вижу, что какие-то пространства, вот они прямо просятся, чтобы там добавили каких-то линий. И я это делаю. Вот я добавляю здесь линий, скругляем. Мне хочется этот свой лучик, свои деятельности на следующий год усилить. Вот, прекрасненько. Я добавила себе квадрат, он же и ромб, поэтому он же дает и импульс движения, но и дает стабильность. Мне это нравится. Мы помним критерий работы, законченности, чтобы работа нравилась. То есть мы рисуем до тех пор, пока мы полностью все принимаем в своей работе, и пока нам уже не хочется ничего добавлять или менять. То есть пока что-то мы видим в своей работе, что нам нужно улучшить, изменить, доработать, мы продолжаем рисовать. До тех пор, пока мы не чувствуем абсолютное, полное удовлетворение от своей работы. Какие у меня еще цвета здесь просится добавить? Можно быть вот такой. Мои лучики практически почти заполнились цветом, все больше и больше. Я же до сих пор прерисовываю листочки. Не хочется ничего пропустить. Спасибо. Спасибо большое, Ирина. Ну да, можно прорисовать, дорисовать еще листочки, конечно же, и можно еще посидеть и поработать с деталями, со своими сферами жизни, которые мы закладываем. Это на самом деле очень глубокая и такая важная работа, которую мы рисуем на благополучие года наступающего. Поэтому вот все, что хочется нарисовать, добавить, нужно это делать и посидеть с этой работой столько, сколько нужно, чтобы абсолютное было удовлетворение от результата. И вот чтобы была такая целостность и радость и положительные эмоции от этой работы. И вот сознание такой завершенности должно быть, сознание удовлетворенности и от работы, и от своего состояния, вот когда мы представляем вот этот год наступающий. И поэтому я очень рада, что у вас идет глубокий процесс, и побудьте в нем вот столько, сколько нужно, чтобы работа была такая полная и глубокая. Ну и у вас будет видео, если вдруг вы что-то не успеете сейчас, то сегодня к концу дня. Я надеюсь, я уже смогу выставить видео, и вы сможете закончить. Но основные все этапы мы сделали. Заканчиваем интеграцию цветом. И сейчас нам нужно будет только добавить большие фигуры, архетипирование и линии поля. Ну вот я думаю, что я уже близка к тому, чтобы этап интеграции цветом, чтобы его закончить. Вы знаете, что я потом после окончания вебинара, я еще пересовываю часто свои работы, когда я их выставляю в группе, то они уже, может быть, не всегда такие, как они были в классе. Потому что я тоже потом с ними еще сижу и работаю, и они дорабатываются. Конечный результат иногда немножко отличается от того, что мы делаем здесь, потому что у нас все-таки здесь не так много времени. А иногда просто этого часа, который мы рисуем в эфире здесь, час небольшой, его достаточно, чтобы получить такое полное удовлетворение и наслаждение от работы. И не хочется ничего потом дорисовывать после того, что мы завершаем свой класс. Ну вот такая у меня звезда, она меня радует, она яркая, такая жизнеутверждающая, но немного радости для меня, жизненной энергии. Я добавила, вот здесь вам не очень видно, но вот такой желтый-зеленый, который вот здесь вот везде, в этих секторах, которые на камере, может быть, немножко выглядят бледными, и они придают мне вот такую вот радость, уверенность в том, что у меня хватит жизненных сил, жизненной энергии, ресурсов от Вселенной, чтобы пройти этот год, чтобы все, что должно случиться, чтобы оно произошло, то, что я планирую, чтобы оно осуществилось. Ну а то, что жизнь нам будет преподносить, какие-то сюрпризы, мы будем проходить с честью, с достоинством, с радостью, иногда просто принимая. Вот сказала, что проходить то, что жизнь будет нам преподносить, может быть, то, что не совсем запланировано, и вот на вот этой вот фразе у меня прямо рука сама нашла такой яркий оранжевый, и я понимаю, что вот нужно еще больше энергии мне добавить в мою работу, чтобы вот у меня хватило вот этих вот таких сил воина, может быть, да, не борьбы, но вот выносливости на, может быть, какие-то трудности, сложности, которые, к сожалению, они тоже случаются иногда, год длинный, и за это время могут происходить разные события. Вот я добавила себе энергию огня еще своим силам, чтобы у меня им было больше на этот год. И теперь я беру... Я хочу взять теперь такой яркий зеленый. А этот у меня, ну да, он такой, он яркий, может быть, не очень темный, не очень контрастный, но вот мне хочется взять его, и теперь я вот... Это наш этап архетипирования больших фигур, вот мне хочется вот таким вот зеленым навести по контуру. Я просто обложу свою звезду. И вот давайте мы теперь наведем свою звезду, чтобы она была выделенная, такая жирненькая, контрастная, да. Можно это сделать более темным цветом, но вот мне захотелось вот такой вот зеленый, он в жизни, он темнее. И вот я надеюсь, что вам на камере видно. И у меня очень много лучиков, то есть я не хочу все их абсолютно обводить. Как рука идет, вот так вот они у меня обводятся и становятся более видимыми, более значимыми. И вот так моя звезда стала ярче, четкая, выделенная. Я надеюсь, что вы тоже это сделали или сделаете после того, что вы закончите предыдущие этапы. И последнее, что нам осталось сделать, это провести линии поля. Я провожу линию поля. Но этот маркер у меня не очень видимый. Следите просто за мою линию. Вот это одна линия поля. Часто спрашивают, как вести линии поля. Линии поля могут вестись вот по тем линиям, которые уже есть. Или же они могут быть совершенно вот по, что называется, по чистому листу. Вот здесь я, например, сейчас начинаю линию поля и веду ее не по линиям, которые уже есть. И вот я провела новую линию. Можем где-то пересечения скруглять, но линии поля можно не скруглять. Пересечение линий поля с другими линиями. И моя звезда готова. Вот такая моя звезда. Я очень довольна. Она такая яркая. И у меня ощущение от нее, что мой год будет благополучный, гармоничный, продуктивный, значимый, важный, но спокойный по возможности, радостный. Вот это то, что нам необходимо. Чтобы было меньше напряжения по возможности в году, больше радости, больше гармонии. Я довольна своей звездой. У меня есть чувство удовлетворения, вот, что мне нравится моя работа. И надеюсь, что вот так же у меня такой яркий, энергичный и гармоничный год у меня будет 2020. Я переключаю камеру. И, мои дорогие, я еще раз поздравляю вас с наступившим новолунием, с наступающим Новым годом календарным, с наступившим астрологическим Новым годом. Я желаю вам, чтобы этот год был очень благоприятный, плодотворный, творческий, радостный, счастливый. Чтобы все были здоровы, счастливы, благополучны. Чтобы у нас было больше любви, взаимопонимания, гармонии в жизни. Будьте все счастливы в Новом году. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. И желаю вам прекрасного времени в проведении кругу семьи, друзей этих оставшихся дней календарного старого года. Счастливо встретить Новый год и просто быть счастливыми и гармоничными. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...